Ну что, друзья, всем привет, с вами вновь Клауд И сегодня такой, знаете, сделаем пробный выпуск По вашим подарочкам, чтобы посмотреть Вообще интересно и актуально вам это дело смотреть Поэтому сегодня будет достаточно короткий выпуск Надеюсь, будет интересно, друзья, погнали Ну что, друзья, первый подарок У нас будет от Бистии, вот видите Это её имя, и, собственно говоря, справа Написано, видимо, Клауд АМ, да? Клауд АМ Давайте посмотрим, что нам приготовил Бистии, открываем Очень интересно Там был какой-то звук подозрительный Может, сейчас что-то взорвётся, так Очень какой-то секретный сейв здесь, наверное, да? Тут написано РА, тут написано Р Р и РА Интересно, ну нажимаем, что ещё делать? Так А, это типа, смотрите, таймер идёт, смотрите Это типа стрелка проходит классно сделана Мне нравится, слушай, чувак, реально не замучился Я бы, честно говоря, замучился сам это делать Кажется, я знаю, как он это сделал, друзья Он, скорее всего, взял, поставил Сзади, задней стороне Каждой лампочке поставил сенсор И какую-то штуку крутит, и поэтому это дело срабатывает Вот так вот, смотрите Палку сзади крутит на сенсорах Крутит палку, которая замыкает сенсоры Напотив каждого освещения И получается вот такое освещение Просто очень сделано Да, я так и думал, смотрите Замыкает сенсор на против каждого, да Это самая простая идея Ну, круто, круто Только единственное, непонятно, с какой целью это сделано Но идея хорошая Давайте даже посмотрим вот так, как это работает Вот то, что я говорил, смотрите Вот Да Друзья, я думаю, что, скорее всего, были не часы А, скорее всего, какой-нибудь радар Я подозреваю Ну, потому что За какой смысл так по кругу Стрелочку гонять Сами понимаете, как говорится Ну, а мы идем дальше И у нас новый подарочек От Воддахака По-моему, так оник назывался Давайте посмотрим Вот здесь какая-то кнопочка вроде Но я вижу, тут какие-то машины Так, она открылась Она упала А как на нее достать? Просто подъемником банально Ну, давайте Очень какая-то интересная машина Если честно Дизайн очень крутой Но Видно, что сделан на гличах На гличах, ребят Да, классно Все красиво сделано Да, вот Некоторые вещи Вот такие, вот видите Не сделайте Красиво Без гличей Ну, зато хотя бы без модов, друзья И смотрится, по-моему Офигительно Ну, блин Вот видите Гличи-гличи Везде Гличи Ну, так не честно Я тоже могу на гличах Такой красивую машину сделать А вот реальный скилл Заделать красивую машину Без гличей Вот это реальный скилл Ну, очень красиво смотрится, друзья Давайте попробуем покататься Какой-то бэтмобиль, у меня башка немножко выступает Такие клавиши у нас, это у нас подсветка Вторая клавиша, это у нас какие-то поворотники, что ли, мигают? Да, это поворотники, получается, левые и правые Поворотники вдвигаются, круто А спереди мигает? Спереди тоже, ребят, мигает Класс Ну, блин, ну, кажется, дизайн просто охранительно крутой, ребят Очень понравился Машина смотрится прямо эпически Хе-хе-хе Неплохо управляется Заднеприводная, сразу же чувствуется, как она заносит Но дизайн прям очень крутой Я, правда, не знаю, возможно, где-то скопировано Возможно, человек сам придумал Потому что, в принципе, я такой дизайн еще нигде не видел Сначала подумал, что это какой-то бэтмобиль Но очень смотрю, но явно не бэтмобиль Хе-хе-хе Фантазия человека просто бомбическая Жалко, что только морда не помещается в нашего персонажа А так все очень круто Давайте попробуем разогнаться, покататься еще немножечко Подвеска есть, но она такая слабенькая Почти не двигается Но в целом кататься достаточно удобно Мне кажется, многовато мощности на задней оси Возможно, сделано специально для того, чтобы был занос Но, в принципе, это очень комфортно Сейчас вам покажу В принципе, из заноса выхожу, ребят Нормально Хе-хе-хе Блин, ну классно смотрится машина, конечно Интересно, если первая машина была такая крутая Что же будет со второй машиной? Потому что я подозреваю, судя по звуку Здесь тоже какая-то машина стоит у нас Только нужно найти, где она открывается Есть подозрение, что открывается вот с этого главного рубильника Смотрите, это какой-то рубильник большой Ага Музыка есть даже, класс У-у-у А-а-а Слушайте, я не знал, что так могут акулы Смотрите А так можно было? Она что, активная акула, получается? Да Охренеть Слушайте, это сделали в 0.5.0 версии? Или это так было? Или это мод какой-то? Потому что смотрятся офигительные акулы Тачка, походу, тоже очень классная Эпическая Сделана, получается, в таком же стиле Нет, ребята, та же тачка Только сделана с гигантской подвеской смотрите много всего много всяких фонариков стоит офигеть смотрится очень круто друзья давайте попробуем на этом покататься так как и у нас клавиши это нас фары стандартная это видимо нет они поворотники она еще поднимается пневмо есть ничего себе прикольно сделано то есть эта машина отличается тем что у нее новая подвеска такая большая для бигфута и то что у него такая пневмо небольшая есть такая гонка классу стены на каста кататься по воде давайте попробуем покататься у них полно приводное шасси все колес поворачивать . круто давать про он здесь повернуть она плавать колеса да затем проблема друзья плава поехали просто покатайся на такую чуточку это маленькая скорость возможно от ними чуть зависит в чем к нему у нее нет у него очень какое-то не очень правление очень не очень управление у нее в этой машине очень хорошо плёт из-за того что видим в какая-то очень валкая подвеска и очень мало мощности двигателе поэтому собственно говоря вот когда так вот передвигаем смотрите ну как-то не очень да или нормально вот как-то волка видите как мышь он шатает давайте даже понизим подвеску еще раз попробуем и все ну ребята как-то волка шатается это максимальная скорость как-то не очень может быть она красно катается как-то по бездорожь давайте проверим здесь вот про проехаться по корням ну да здесь принципе есть проблема в том что когда вот так отъеду почему-то дыбы иногда становимся заедем очень волкая машина не честно скажу не очень комфортно и управление мне не нравится управление давайте знаете что повысим мощность двигателя давайте в максимум засунем посмотрим что она может на максимуме ну примерно вот так получается видите да она походу еще заднеприводная что нет она полноприводная но почему так себя плохо ведет я думаю проблема из-за то что очень много веса сзади и главное тоже проблема у не слишком волкая подвеска поэтому вот нажимаете газ и вот так происходит примерно даже с пневмой системой но мы смотрим следующий подарок это подарок от бобри и к сожалению дико лагучий я упривали вал не знаю но минуты наверное две три потому что было два кадра в секунду но вот когда приварил вроде перестал лагать 60 кадров показывает но блин ну ребят ну делать нормальные подарки зачем делать такие лагучи я подозреваю что гараж с гигантским количеством машин у нас получается раз два три четыре пять даже на 6 но поди пять машин давайте посмотрим что за машины как какой-то броневик похоже какой-то бтр очень интересная машина давайте попробуем покататься что это такое не совсем понятно какой-то реально бтр давайте нажимай кнопочки может что выезжает интересная выезжает это какой-то мост может быть строится нет хорошо он выезжает дает ребят мост по вам прокладывать вперед к до авто клавишка конечно делать отстреливать что-то смотрите мы отъезжаем вот нас мост приколь или кстати насколько я понимаю друзья там сзади подарка что-то вроде как написано давайте посмотрим какие-то есть даже слова так вал даем от бобри на чем нарисовал это с помощью косивого шрифта с такой тенью видите прям класс смотрится молодец за это спасибо но у меня есть подозрение что он запихнул все свои постройки которые не только были вот в один такой большой гараж и мне пристал ребят но это же не серьезно можно было хотя бы по одной постройке делать а то прям подставлять ребят других челоков которые шлют по одной постройке а в этой шлете прям по пять штук вот не сработала схема это это самому брать вертолет какие-то лаги были непонятны давайте посмотрим внутри вот так вот десантный вертолет судя по всему да так хорошо давайте пором полетать зажимаем все что можно пытаемся выравниваться так вроде получается но управление комфортно достаточно плавно полетает очень хорошо в этом плане а теперь на как-то вперед наклониться вот смотрится неплохо это смотри мне вертикальный ход я сделал сразу офигеть мать посмотрим первое лицо как смотрится во-первых ни хрена не видно все задонированное кутишь не понятно нажимаем пять клавиш 4 что делает это хочется вверх лететь троечку на что делает совсем понятно . а дворка переводит кастаки вертикальный режим смотрите ой-ой-ой-ой-ой броник конечно очень плавное неплохое но блин при этом вот так вот примета получается управлять им не да прикольно на самом деле мне понравилось у него такой вертолет управление даже вне зависимости того как ставите вот так вы ставите с ваш пропеллера или вперед или назад он сон одинаково летает на самом деле тебя вырубаемся полностью водичку причем друзья смотрите он это еще получается part one то есть это первый гараж не друзья такие гаражи вот с кучей постойка наверно последний раз скрывай потому что это во-первых честно к остальным людям во вторых но это же прибор тут чипуля достаточно однообразные постройки все одном стиле сделаны что он может открывает только двери так понимаю первый второй да но обыкновенный бтр чик собственно говоря достаточно примитивной и простой подвесочки но при этом катается нормально займ тоже очень хорошими нравится но опять же вот эти вот постройки не все вроде как и вы хорошие но ничего нет какой-то особенности в них нету хочется какой-то крутости в них там подобное вот этого не хватает этих постройках он заклинили двери кстати а когда клинит двери приходит на помощь кувалда так предпоследняя машинка у нас получается танк который тоже но я вот вижу что у него стиль один и тот же ведь те же цвета из позиции вот микросхемки судя по затем баком это т-34 85 должен быть да но это не точно этого дима машинное отделение ага закрываемся так поехали покатаемся как бы сделано все хорошо очень мягко управляется и башня адекватно низу не лагает классно работы поднимает дула вот все это классно есть но вот тут какой-то особенность его этих построек просто постройка хорошо добротно качественно сделано но хочется чего-то такого знаете от необычного того чего никогда не видит а то так вот так вот кукурузу давить на нее можно и все сути по всему и на приколе но блин ребят хочет поинтереснее открываем последнюю дверь у нас получается самолет какой-то давайте посмотрим может быть классный так полетели могу взлететь о очень странно управление но купить опять же мягко классная в этом плане то есть она мягенькая но классенькая но она очень странно сделано неудобно летать вот когда нажимаешь клавиши 1 2 3 вот неудобно ребят честно по моему мы летим куда-то вниз такое чувство ребят напишите в комментариях почему меня гложет по поводу того что здесь счет не хватает может быть не только у меня такое чувство но тем не менее пасочки все были неплохие но если будет прислать подарочки с кучей построек внутри я просто буду догнаривать на будущее потому что это не нечестно по отношению к другим людям которые писали подарочки по одному как правильные люди друзья нам идем дальше это подарок от фрозика где даже быть кнопочка судя по всему cloud написано так а походу я так понимаю не остырилась вот эта штука да да теперь так понимает дверцы можно открыть вот таким вот образом так это интересно дать нажмем давайте попробуем достать стиль ком это что конструкция вот таким вот образом нажимаем а вот оно чё дошло открылась поднялась что 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 это может быть мост какой-то или что что происходит а он наверх сам забирается да ладно сработали нижние датчики он даже сам должен забраться по основам тут ведь проблема то что здесь нужно что-то добавить что поддержалось слушайте интересное сейчас попробуем потому что вот это теперь это реально интересно улучшаем конструкцию потому что мне кажется сейчас забыли поставить вот такую штуку чтобы он не упал готов друзья погнали потому что были на так это смотрится очень классно сделано выдвигается штуки которая вперед и он как бы пересобирается наверх что ли получается подождите чуть не очень понял я сделал по такой вот подставку и возможно теперь будет это лучше работать надеюсь он до конца заберется наверх ну вот это классно подарок это интересно вот он собирается даже ехать вперед а он он упадал не идеально сделал короче да ну вы поняли да то есть нужно поехать вперед и упасть где так ну круто круто это очень интересный был подарок спасибо большое вот такие подарки я люблю еще один подарок от фрозика давайте посмотрим написано клау со всех сторон надеюсь бы тоже что очень интересное нажимаем ни хрена себе что такое интересно отстрелился пошел вверх очень много датчика смотрите прям куча всего и так понимаю на ней полетать нельзя да ты самому сидение не вижу она вроде как должно быть зеленого цвета так понимаю дать нажимать на клавишу какой-то я ее клавиш есть так сам регулируется да а если мы ему поставим какую-нибудь кирпичную стенку точнее деревянный что будет а он облетает смотрите кучу датчика стоит офигеть давайте мы закроем полностью я максимально закрывающих чтобы он с ума сошел все сломался ребят никогда уже не едет маленький отказал я не знаю куда мне лететь больше ладно давайте мы поможем такую сторону дарим тоже проблема так хорошо а у робота нафиг заклила и он нет не поднимал он перевернулся друзья в общем вся проблема он перевернулся он теперь лежит боком поэтому плохо так работает пусть а что с этого робота на воде заспавнить что будет интересно давайте посмотрим нажимаем запускаем чё-то не очень слишком тяжелый наверно да не плавает не подождите хотел повыше максимально подниму чтобы он смог осознолететь чтобы он не был привязан к воде он не работает классно принципе робота он реально классно пытает препятствия но когда его замкнешь конечно уже не понимаешь что делать и начинает друзья переворачиваться ну и третий подарок от фрозика друзья давайте сейчас посмотрим красивый подарок cloud написано красиво сделал нажимаем и у нас машина которая что-то делает друзья очень интересно кота формула 1 клавиши 2 делать эти модные колеса такие положительным развалом клавиши 3 у нас чает фары клавиши 4 у нас включать задние фары поехали покатаемся это не очень сразу кататься давайте по-моему обычные колеса сделать такая гоночка сделано без модов сделано без гличей а это уже респект и смотрится вполне неплохо единственное что странно что у него очень много колес на самом деле и очень классный лайфхак смотрите чувак сделал он поставил он знак стоп да на колеса типа колпачки тоже прикольно давайте посмотрим плавать ли это гоночка надо разогнаться и прыгнуть в океан доплавит нет не плавать друзья слишком тяжело но друзья у меня еще один подарок есть от розика уже помощь четвертый по счету написано бот бот хорошо нажимаем так открывается даже ухты какой бот смотрите нажимаем на меня тоже не хотели метр мне нужно отворачиваться брать посмотрим а он облетает что происходит давайте взорвем эти посмотрим как работка . под водой а те прямо под тебя стрим посмотрим походу не долетает а не долетает офигеть прикольно ребят на последний пятый подарок от розика у нее прямо на засилье фрозиков и всяких барби кар баги нажимаем пока а для меня так поймает стрелять не днища да так подозреваю полетела люблю такие распаковки прикольные которые отлевать днища на самом деле очень прикольно смотрится так давайте поставим нормально баги баги очень стильная модная и честно говоря я думал что вот это вот перед на самом деле почему-то хватит вам покататься очень интересный такая и зачем это вот смотрите прикол как нажимая клавишу один что там замыкает получается примерно вот так если отжимаю агати получит скорость получается а так быстрее получается а так вот медленно зато видимо может заезжать такие стенки то есть с больше кучащего момента больше мощность смотрите прикольно что еще умеет это у нас фары это задние фары это мигает поворотники это мигает поворотники очень интересно очень странно на самом деле кэш и машина потому что на самом деле не очень по это какой у нее смысл эти машины уже давайте то можем потестируем вот на этой горочке посмотрим это обычный режим у машины мощности хватает принципе хватает но как-то не очень уверенно да давайте попробуем зажать эти штуки и посмотреть как вообще будет мощности как легко вы будет взбираться да намного легче да я так понимаю подрубается электромотор поэтому легче проезжает но так вот такой физи ход но на этом будем заканчивать вот такая плотная серия по подарочкам подарочки возможно возвращается если вам было интересно пишите в этом катаре ставите лайки пишите хотите ли выйти еще больше подарочков с вами был клал всем спасибо всем пока